Всем привет! Всем доброе время суток! Добрый вечер! У кого-то уже возможно, если это часовые пояса, там плюс 5-7, соответственно, доброе утро! А у кого-то вообще полдник или обед. Это нормально, потому что мы все находимся в интернете, а в интернете у нас часовые пояса растворяются. В тот момент, когда человек, наверное, только просыпается, другой человек засыпает. Это нормально. Всех приветствую на прямом эфире. Меня зовут Марсель. Если вы впервые на моем канале, это здорово, потому что сегодня мы поговорим о очень интересном таком обстоятельстве. Это наше состояние души, то есть то, что нас переполняет, это страхи, это риски сделать первый шаг. Или вообще, всем привет, всех приветствую, не забывайте нажимать лайки, сердечки. И, соответственно, вот этот первый шаг, назовем это выход из зоны комфорта, выход из своей собственной скорлупы. Для чего это нужно, где это применяется, как это может нам пригодиться в жизни. А если мы говорим о бизнесе, а говорить мы будем, приветствую, а говорить мы будем исключительно сегодня о бизнесе, как это проецируется на нашу жизнь, на обычную. И, соответственно, обязательно это нам пригодится. Поверьте мне на 100%. Дело в том, что я уже нашел в себе вот эти ресурсы. Я поковырялся в своем собственном я, внутри себя, в голове, в душе, в мозгах, везде. И, соответственно, эта работа, которая была проделана мной, над самим собой, за последний год, это дорогого стоит, я вам скажу. Вот, поэтому сегодняшний прямой эфир продлится ровно 40 минут. В 23.00 мы его закончим, с вашего позволения. И обязательно сегодня мне бы хотелось пригласить кого-нибудь, скажем так, условно назовем это батл. То есть, я кому-нибудь сегодня попробую, как бы это правильно сказать, помочь, что ли, выйти из своей скорлупы, расковырять ее и вылезти наружу, сломать в себе какие-то вот эти, знаете, вот таракашки, которые мешают вам сделать первый шаг или мешают вам добиться какого-то результата в вашем деле. Мне тут один эффект понравился. Вот, я его оставлю. Очень классный эффект. Поставьте плюсики, если вам нравится то, что вы видите сейчас. И еще раз хочу всех поприветствовать. Не забывайте на периодической основе нажимать лайки, сердечки, чтобы они постоянно с экрана не уходили. Итак, давайте поговорим сегодня о том, зачем мы вообще находимся в интернете. И какое это отношение имеет к тому, чем мы занимаемся. Спасибо. Короче говоря, если хоть одному человеку это понравилось, значит, найдутся люди, которые тоже разделят это мнение с этим человеком. Вообще, мне нравятся всякие вот эти эффекты, и я буду их периодически применять. Вот, благо смартфон позволяет без тормозов это делать. Обязательно запись этого прямого эфира будет, чтобы вы могли ей воспользоваться, как в Инстаграм здесь, так и в Ютубе. Обязательно выложу. И обязательно в одной из своих самых любимых социальных сетей, это, конечно, ВКонтакте. Ну и давайте поговорим о той самой Скорлупе. Летом, даже не летом, наверное, скорее всего, август. Август-сентябрь, уже ближе к осени. Я подобное что-то записывал в Ютубе. Всем привет, кто присоединяется. Не забывайте нажимать сердечки, лайки. Вот, и похожую тему я поднимал, да, по поводу зоны комфорта, своего психоэмоционального состояния, как оно нам, то есть вот это состояние, в котором мы находимся, пребываем изо дня в день. И если оно не меняется, как оно влияет вообще на нашу жизнь, на наше настроение, на наши результаты. Результаты какого-то дела, которым мы занимаемся. Неважно, чем вы занимаетесь, это не имеет значения. Ваше внутреннее состояние, это, собственно говоря, проекция того, что вы будете получать. То есть, ваша энергетика, если она позитивная, положительная, если вам весело, если вам клево, если вам позитивно, люди это считывают. Хотите вы этого или нет, это нормально. Вы знаете, я вам больше скажу, обязательно я сегодня кого-нибудь вытащу на прямой эфир, и я даже знаю, кто это будет. Елена, это будешь ты. Я хочу тебя вытащить сегодня на прямой эфир. Мне очень важно, чтобы ты, скажем так, немножечко поковырялась в своей скорлупке, которая мешает тебе, возможно, сделать какие-то определенные действия. То есть, тебе не хватает чего-то. И мы потом, чуть-чуть попозже, попробуем оттуда выходить. Вместе будем тренироваться в прямом эфире. Вообще, зачем это надо? Давайте, знаете, возьмем какую-нибудь жизненную ситуацию. У меня есть, конечно, с чем сравнить. Пусть это будет тот эпизод в моей жизни, когда я был дворником. Это был 2017 год. Я работал в магазине техники, и по вечерам, или ранним утром, где-то с 5 до 8 утра, или по вечерам, значит, я работал именно в ЖЭУ. То есть, я работал дворником, мой оклад составлял, то есть, фиксированная сумма 7200-7300, примерно так. Это было ровно 4 года назад. И я застал лето, осень, зиму и весну. Вот. И весной, уже ближе к началу лета, уже 2018 года, я уволился. Потому что, ну, все. Я уже принял решение уехать из Татарстана в Башкирию, пробовать себя на стройке. И вот знаете, вот это вот внутреннее состояние, когда ты... О, приветствую всех, кто присоединился. Не забывайте нажимать сердечки. Это очень продвигает наше видео, наш с вами прямой эфир в рекомендации. И, кстати, делитесь этим видео со своими друзьями-знакомыми. Итак, то, что касается выхода из корлупки. Вот представьте себе, да, то есть, одно дело, что я понимаю, да, что я иду... Привет-привет. Я иду в это ЖЭУ для того, чтобы выполнять некоторые обязательства, которые... Выполнение определенных действий, которые мне будут приносить определенные небольшие, но деньги. Зачем я это делал? Ну, это уже другая история. Сам факт, как это происходило. Первый день. Первый день, значит, я с человеком познакомился, который являлся там бригадиром или кем, то есть, ну, как бы, который обслуживал несколько домов, и он, как бы, их курировал. Вот, ну, взаимодействовал, собственно, с людьми, которые работают на этой специальности, да, дворник в кавычках. Ну, и вообще, на самом деле, эта работа очень такая, знаете, для мужчины в 38 лет, который вечером покинул территорию крупной федеральной сети, вечером или перед тем, как ты пойдешь туда с утра, ты идешь, собираешь чьи-то бычки, собираешь руками, там, варежками, неважно. Ой, Эльнар, привет, салям. Вообще приятно. Вот, и все это происходило не просто так. Это мой жизненный путь, я им делюсь, да, и вот эта вот самая вот эта скорлупа, я из нее, на самом деле, вышел уже давно. Именно вот тот момент, когда ты понимаешь, что ты наклоняешься и поднимаешь чужие бычки и чужие там использованные презервативы, да, я буду говорить, как есть. Чужие какие-то салфетки, какие-то пакеты, тряпки, бутылки, какие-то там упаковки от чего-то. Короче говоря, это просто жесть. Вот, но ты понимаешь, что у тебя есть обязательства, ты подписался на это. Приветствую всех, всех обнял. Все, кто находится на прямом эфире, мне очень приятно, что вы сейчас присутствуете. И на самом деле, вот этот период в моей жизни, это было для меня испытание. Во-первых, это не зарплата, да, 7 тысяч. Так, на проезд и на пирожок. Вот, потому что, ну, что такое 7 тысяч, да, для мужика, для мужчины в 37 лет. Ну, понятно, что я еще работал на другой работе, но это было как стечение обстоятельств. И вы знаете, на самом деле, во всем, казалось бы, негативном, как нам кажется, если что-то у вас зависло, необходимо перезагрузить смартфон и заново зайти. А, возможно, сеть там какая-нибудь, если 4G, посмотрите, если там плохо ловит, переключитесь на 3G. И тогда будет работать лучше. Или наоборот. Или поменять место. Например, если вы находитесь в спальне, лучше пойти на кухню. Так вот, представьте себе ситуацию, что... Вот, меня представьте, да, то есть я одет по спецовке, у меня варежки, перчатки. И, собственно, моя задача вокруг дома, то есть площадь примерно 250-300 квадратных метров, это территория дома, и все, что вокруг нее, еще умножаем в 4. То есть всякие кустики, какие-то деревья, бордюры и так далее. И вот представьте себе, да, то есть вот это все, то есть ты на периодической основе несколько раз в неделю, по утрам или по вечерам, а иногда ночью, чтобы мне было не так дискомфортно, я это по ночам делал первое время, в разрез вообще всем мыслимым и немыслимым состояниям своего вот этого души, что ли, не знаю. Потому что у меня было такое, что мне приходилось ночевать в отделении Сбербанка. То есть я, например, с 10 вечера до... Да и не надо представлять, на самом деле никто от этого не застрахован. Это мой жизненный путь, и я с улыбкой это вспоминаю. И вот, значит, что происходило? То есть я, например, 4-5 часов посвящал этому вопросу, как бы время выделял, а потом мне нужно было куда-то идти ночевать. У меня не было уже места жительства на тот момент, постоянного в Казани. И мне нужно было или ехать в сторону родителей, ну ты знаешь, не надо представлять, сегодня я другой же. Те, кто будут смотреть этот прямой эфир, я просто комментирую тут вот человека, который мне комментарий пишет. И, соответственно, мне приходилось выбирать. Или, значит, я все брошу, и мне придется с утра снова ехать, хотя мне, например, на следующий день не на основную работу. И только ради того, чтобы там выполнить свои обязательства, приехать и опять уехать. То есть расход по деньгам от места жительства, где я жил на данный момент, да, это Сабинский район, до Казани, это 500 рублей дорога. И проецируем это на доход. 250 рублей ты заработаешь и получишь их через месяц, чтобы нужно потратить 500, чтобы поехать и выполнить свои обязательства. Такое происходило не один раз, не один раз, и даже не несколько раз. Такое происходило периодически. Почему? Потому что, вы знаете, это зависит не только от меня, да, откуда появляется вообще весь хлам, мусор на улицах. Ну, нашими руками, да, мы что-то выкидываем неосознанно. Бычки там, тряпки, бутылки, то есть попил, покурил, фантик выкинул, то есть неважно. И тебе вдруг посреди дня, когда ты за 120 километров от объекта находишься дома, грубо говоря, там в райцентре, тебе звонит вот этот твой завхоз и говорит, Марсель, ты где? Там бардак, я приехал, тебя нет. Я говорю, ты знаешь, как бы я уже планирую приехать, хотя я вообще не планировал. Я знаю, что я бы это сделал утром на следующий день. Я такой просто подрываюсь и понимаю, что вот в этот период времени, в этот отрезок времени мне дали понять, что как бы я же сотрудник этой там ООО, там организации, которые выполняют эти, то есть, которые обязуются выполнять некие работы на территории таких-то домов. Я говорю, все, говорю, я еду. Приходится находить попутчика, ехать. И, соответственно, если у меня не получилось с кем-то договориться переночевать, то, соответственно, я попадал, да, то есть, попадал конкретно. Потому что, если машины нет, ну, все, никакого ни автобуса, ничего нет, только попутчики или такси, который работает с 7 утра до 3 дня. А потом, извините, или попутчик, или досвидос. И меня выручал Сбербанк. Я просто там тупо садился на подоконник и просто там сидел. И вот как это, какое отношение имеет вообще к зоне комфорта? А вы только представьте себе, да, вот меня, да, пишет же вот человек, да, что как это возможно? Да элементарно просто ты в эту ситуацию попадаешь, и ничего ты с этим сделать не можешь. А почему ты попадаешь в эту ситуацию? В эту беспонтовую, некомфортную ситуацию как ты попадаешь? А благодаря своим рукам, или своим мозгам, или отсутствию мозгов? То есть, на тот момент сложилась ситуация, когда мои неправильные действия меня привели в эту ситуацию. И что я хочу сказать? Я хочу сказать, что я там побывал, там неприятно, там нездорово, там мерзко, мерзко. Что из этого всего следует? Вы знаете, такая интересная ситуация, что вот я сейчас смотрю, перестали сердечки ставить, да, неинтересно. Ну, давайте тогда поговорим конкретно. Где же сердечки, где лайки? Вы заслушались, да, наверное? Короче говоря, наступает такая реакция. Вот она реакция, да? Сразу сердечки пошли. Как только ты понимаешь, что... А, завоеванный авторитет. Завоеванный авторитет у местных жителей. Вот что начало мне поднимать настроение. Несмотря на то, что мне очень нелегко и неприятно заниматься этим, особенно весной или осенью, во время дождя, грязь, вот эти бутылки, вот этот весь свинарник, вроде дом, более-менее нормальные жители, да? Ну, вокруг дома это какая-то просто вообще жесть. Когда ты... Просто представьте ситуацию. Ты дворник, ты подметаешь, у тебя совочек, веник, ты как бы загребаешь, да, вот это все. И тут перед твоим носом падает, прям перед твоим носом окурок. Вот, Ильнар прекрасно знает, в какой ситуации оказался, потому что я откровенно делился со своими самыми близкими мне коллегами, раньше по цеху, да, по работе, мы в одной сети как бы работали. И я делился своими вот жизненными переворотами с людьми, которые даже сейчас в этом чате есть. И вот это выход из зоны комфорта, выход из своей скорлупы, это как раз и есть, когда ты просто об этом говоришь. Потому что ты понимаешь, что это всего лишь маленький, маленький-маленький отрезок твоей жизни. И именно эти обстоятельства, когда ты попадаешь туда, если ты достойно вышел из этих обстоятельств, да, ты осознаешь свои ошибки, ты понимаешь, что ты неправильно поступил, ну что теперь? Что теперь, голову в песок, что ли, закопать? Ну нет, конечно. Поэтому что мы делаем? Мы просто работаем над своими ошибками. Есть определенная категория людей, я к тебе не пойду на работу, я ни на кого работать не буду, не надо меня никуда приглашать. Нет, это ты ко мне скоро придешь. Причем не на работу, а в бизнес. Вот увидишь, время тебя заставит это сделать. А если нет, то я не обижусь. Так вот, когда ты понимаешь, что в твоей жизни происходят определенные изменения, не в лучшую сторону, и все, что ты как бы неправильно делал, отражается на твоем сегодняшнем «я», если ты с этой информацией поработал, если ты с ней поработал, ты ее принял, ты ее проглотил и понял, что это направление неправильное. Я тебе прокомментирую чуть позже по поводу сотки. Значит, ты не смотришь моих прямых эфиров. А вообще, конечно, предложение заманчивое, но это уже не про меня. Сотка в месяц меня не интересует. Вот если бы ты предложил 500 или 600 тысяч в месяц, я бы подумал. Ой, Льнар, вот оно, друзья, друзья, друзей, друзей, скрешились в прямом эфире, вот оно, пожалуйста. Это, кстати, тоже нелегко. Взятие в прямом эфире, конечно, ваших имен, лиц и фотографий не будет видно. И Инстаграм так не делает. А запись экрана я не делаю. Вот, поэтому вы можете поугарать друг с другом. Я только рад, что я влияю на ваше настроение. Что я хочу сказать. Когда ты понимаешь, что весь твой жизненный путь, он тебя привел в эти обстоятельства, ты из продавцов перешел в дворники, из дворников в разнорабочие, из разнорабочего в монолитчиков, штукатур, бетончик, арматурчик, потом там шпаклевщик, маляр. Что получается в итоге? В итоге получается то, что мы имеем. Перед вами сидит Марсель Загидулин, 1980 года выпуска, рожденный в городе Тюмень, который на сегодняшний день проделал свой, собственный какой-то маршрут. И вот, когда наконец-то наступает момент, когда то, что находится под черепной коробкой, мозги наши, серое вещество, то есть ты его взбулькал, вот все, к 40 годам, ты понял, что наконец-то в твоей жизни появляется нечто, что-то, и это что-то, нечто, оно ведет тебя к такому пути, и ты видишь, ты, главное, видишь этот горизонт, ты видишь этот путь. Вот когда ты это понимаешь, то я теперь хочу прокомментировать по поводу предложения, по поводу сотки, да? Ай, Ильнур, смотри, я не хочу гордиться, я не хочу там говорить, что я такой молодец, у меня там золотые горы, это все бредясина полное. Сейчас, секундочку. Не хочу затягивать прямой эфир, но я говорил, да, что до 11 вечера сегодня, это максимум, сколько я могу позволить себе, и это ваше драгоценное время. Так вот, Ильнур, по поводу сотки, ты знаешь, на самом деле, просто возьму статистику, июнь, июль, август, сентябрь. Ильнур, 4 месяца. Июнь, июль, август, сентябрь. Так, калькулятор открою. Как говорят, а пруфы, покажи пруфы. Ну, пруфы, это, кто не знает, это доказательство. У меня нет задачи доказывать. У меня есть задача делиться информацией. Я хочу поделиться. Ильнур, 229 тысяч за 4 месяца. Это, на самом деле, немного. Где-то 50, 50, Светлана, подожди чуть-чуть, я пока не могу принять твой запрос на прямой эфир. Где-то 55-57 в месяц. А теперь такая ситуация, Ильнур, складывается. Берем период, меня интересует то, что произошло в октябре. Это огромное, колоссальное движение. Я же в бизнесе нахожусь. То есть, берем октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. Меня интересует 5 месяцев. Соответственно, Ильнур, чтоб только ты... Нет. Ну, конечно, не, почему смешно? Я же дома нахожусь. Я никуда не хожу, ни на работу, ни на кого не работаю. Ты же меня не дослушал. Видишь, вот такая есть черта характера. Мы люди, и нам характерна такая черта характера, как нетерпение. Мы не терпим. У нас нет времени, мы куда-то торопимся. Понимаешь, благодаря бизнесу я научился не торопиться. Это очень важный фактор. Да подожди ты. Можно еще чуть-чуть арифметики? Я озвучил ближайшие 5 месяцев, правильно? Я буду максимально, предельно честен. Я могу анализировать, потому что я вижу масштабирование своего бизнеса, я могу его видеть, я могу его просчитывать. 2 700 умножаем на 3. 8 100 долларов, и еще надо прибавить 3 раза по 450, это минимум, даже 4 раза по 450, это еще примерно что-то около 2 200 долларов. То есть, примерно 10 000 долларов надо умножить на наш вкусный курс Ильнур за 5 месяцев примерно 840 000. Это я вот озвучиваю, примерно это минимальная сумма, на которую я обязан выйти. Понимаешь? Нет, я с тобой только по-дружески, я не спорить, ничего не хочу, я хочу, чтобы у тебя на лице была максимально большая улыбка, 9 на 12, 10 на 15, а лучше формата А4, вот такая улыбка, вот такая вот. Короче говоря, я планирую заработать, я делаю себе установку, исходя из тех алгоритмов, той механики, так я тебе говорю, я анализирую, я могу прогнозировать свой доход, и на это никакой фактор вообще не влияет, не важно, я работаю в телефоне, 840 примерно, да, надо разделить на эти 5, то есть, примерно 170 в месяц, поэтому, если, Ильнур, я случайным образом сосредоточу фокус внимания на твоем предложении, прогнозируемый доход 170 в месяц, в течение 5 месяцев, то есть, 840, он сократится ровно в 10 раз, я тебе объясню, если мы переключаем фокус нашего внимания, если мы видели цель, я знаю, вот она цель впереди, вот она, вот она, моя цель, вот она передо мной, если я немножко отклоняюсь от маршрута, моя цель и путь уменьшается, точнее, увеличивается в 10 раз, чуть-чуть стоит отклониться от маршрута, все, понимаешь, если ты знал, что грибная поляна находится вот там, а ты пошел направо, типа, я обойду и приду, во-первых, направо ты ничего не найдешь, потому что там нет грибов, иначе ты знал бы об этом, а во-вторых, если ты отклонился от маршрута, кто-то быстрее тебя до этого маршрута дойдет, Ильнур, маленькая особенность, я поставил себе такую установку, что я вообще алкоголем и спиртным вообще не увлекаюсь, но это максимум бутылочка пива в банный день, вот честно тебе говорю, супруга не даст соврать, вот просто я поменялся, благодаря тому, что дочка родилась, благодаря тому, что я поменял мышление, понимаешь, очень много факторов повлияло на меня, и жизненный путь, вот это вот, да, вот выход из зоны комфорта, ты его сам не заметил, ты просто вышел оттуда, потому что это новое обстоятельство, в которое ты попал, ну и ты просто на этот путь встал, если ты это не сделаешь, у тебя ни хрена ничего не получится, понимаешь, а люди, которые ставят перед собой глобальные цели, именно глобальные, не 100 тысяч в месяц зарабатывать, а полтора миллиона в месяц, или ну, понимаешь, 100 тысяч в месяц зарабатывает, не знаю, тот же дворник, если он в 4-х жеву работает, понимаешь, я тебе серьезно говорю, 20 тысяч зарплата дворника, в 4-х жеву, с утра до вечера, если нести дворы, зарплата 100 тысяч, ты представляешь, то есть, ты меня не удивил этой суммой, и когда ты ставишь глобальные цели, глобальные цели, это когда ты видишь свою мечту, и эта мечта, чем ближе ты к своей цели, значит, приближаешься, тем она, твоя цель, твоя мечта, она масштабируется в размерах, во всех отношениях, как в сумме, так и в размерах, то есть, если ты хотел, скажем так, телефон за 50 тысяч, то когда твой доход превышает миллион рублей в месяц, ты просто берешь самый лучший телефон, самую лучшую машину, самую лучшую квартиру, с самым лучшим ремонтом, потому что у тебя больше нет таких забот, ты понимаешь меня? Я уже это начал ощущать, то есть, я уже начал мыслить так, и именно это мышление, благодаря тому, что в этой компании это развивается мышление, меня не узнают, мои знакомые, мои друзья, они не понимают, что со мной происходит, и это круто, потому что, блин, они в конце концов увидят, как можно, как можно, как можно было, да, а что есть такая фраза, а что так можно было? Да, так можно было, просто, блин, вы в свое время это не поняли, но никто в этом не виноват, потому что вы не были в тех обстоятельствах, в которых был я, и слава Богу, но с другой стороны, у вас есть, как бы и я с другой стороны, чтобы поглядывать за мной, со стороны, но я очень ценю ваше внимание, я очень ценю ваше мнение, я очень ценю, когда меня, как это правильно-то говорят, вот есть такая фраза, не то, что обсуждают, а именно, вот, когда от тебя все отворачиваются, да, вот это, вот это вот самое такое тяжелое, да, когда вообще практически все отворачиваются, и ты понимаешь, что ты в этих обстоятельствах опять находишься, в беспонтовых, ты думал, блин, вот они все твои тут, нет, и вот эти самые обстоятельства, выход из этого всего, выход, когда ты выходишь, ты просто, просто вылазишь оттуда, и получается, что именно это тебя закаляет, когда вот они все были рядом, никого не осталось, вот, ноль, именно это позволяет менять мышление, и вот этот выход из своей скорлупы, это такая классная штука, потому что над тобой начинают не просто удивляться, а я не побоюсь такого слова, охреневать просто все вокруг, и для меня, например, если раньше какую-то фотографию сделать, для меня это было вообще, ты что, а сейчас я не могу жить без прямых эфиров, чтобы видеоролики какие-то не записать, в прямой эфир выйти, минимум пять социальных сетей, везде мое лицо, ютуб, инстаграм, тикток, твиттер, вконтакте, фейсбук, там нет-нет, когда время появляется, а команда, сейчас на прямом эфире партнеры моей команды, каждый человек, который сейчас из моей команды находится здесь, для меня это дороже, чем я бы сто тысяч в месяц зарабатывал, на какой-то стройке, где-то кем-то работал, почему, потому что, блин, это потолок, иль ну, знаешь почему, потому что ты не предложил мне триста, ты мне предложил всего лишь сто, ты меня не зацепил, вот если бы ты предложил триста или пятьсот тысяч, я бы подумал, а сотку, за сотку ты найдешь очень много людей, подай объявление на авито, к тебе обязательно придут классные специалисты, только ты им скажи обязательно условия работы, условия ведения бизнеса в интернете, это вот этот самый замечательный смартфон, который я просто обожаю, за то, что он такой, я не буду говорить какая модель, это не важно, Ильнар знает, вот, и поэтому, когда я знаю, что впереди меня ждут вот такие циферки, меня это больше подстегивает добиться этого результата и умножить его как минимум в кубе, знаешь почему, потому что я общаюсь с людьми, доход которых превышает миллион рублей в месяц, понимаешь, и именно это окружение, оно меня мотивирует вообще горы сворачивать, не силой физической, а силой мысли, вот в чем фишка, ну что, значит, я вижу человека рвется в бой, я хотел пригласить, скажем, на прямой эфир Елену, но вот я вижу инициативного человека, Светлана, добро пожаловать, на прямой эфир, нет, у меня все нормально работает, ничего не зависит, привет, 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 Света, человек рвется в бой, да, я все это слушаю, слушаю, и хочу тоже каплю правды, Свет, ты должна понимать, что этот ролик, он будет записан, сохранен, и этот ролик будет гулять по интернету как минимум в шести социальных сетей в ближайшие несколько лет. Я уже не то, что готовлюсь, а так это и надо. Первое для успеха, и слава Богу, что меня увидят миллионы людей, это классно, почему? Потому что, если мы возьмем один миллион людей и умножим на один процент, то десять тысяч человек возможно заинтересуются не мной, а тобой, а остальные девятьсот девяносто тысяч людей пройдут мимо. Но я хочу сказать, что для того, чтобы бизнес состоялся, как говорит Игорь Рыбаков, человек, которого люблю слушать, как он говорит, нам хватает для начала только двух человек, чтобы нам скучно не было в этом бизнесе, а потом остальные десять тысяч, прибегут сами. Почему? Потому что... А теперь я и скажу, я хочу не одна, вот со мной сидит рядом муж, он уже вникает во всю эту петрушку, и, ну, как бы, быть может, уже очередной претендент, я хочу, чтобы он поучаствовал в том числе, потому что пока мы тратим мы тратим пока время на одного человека, а другие десять ждут своей очереди, когда на них обратят внимание. Александр зовут. Очень приятно, Варсюм, мне очень приятно познакомиться. Ты знаешь, Светлана, я тебе так скажу, на самом деле здесь есть маленькая ошибка по поводу двух и всех остальных. на самом деле нужно жить и анализировать происходящее наперёд. Представь себе ситуацию, что он сейчас не рядом, но этот видеоролик он возьмёт себе и поделится этим роликом, не будучи в прямом эфире, со своим кругом окружения. Этот круг окружения лично к тебе, вообще никакого отношения не имеет. И он скажет, это моя супруга, и я пойду за ней. Когда у него будет гореть такой же огонь в глазах, как у тебя сейчас, потому что ты партнёра, он пока нет. И он сейчас, он скорее всего сейчас больше восхищается, чем недоумевает. Почему? Потому что он видит, что с тобой происходит, а с тобой за последние две недели происходят кое-какие изменения. И эти изменения влияют на его настроение. И в итоге что получается? Что если мы возьмём 365 дней 2022 года, то вот этот ролик, когда будет гулять по соцсетям, по ютубам, по инстаграмам, по всяким твиттерам, фейсбукам, контактам, одноклассникам, с небольшими хэштегами и комментариями, ты представляешь, какой это даст масштаб. Да, это и расчёт. Да, да, люди, они, блин, я не знаю, это как цветы, вот солнце засветило, он начинает расцветать, как тучка появилась, какой-то некрасивый стал. То есть мы заряжаем других людей. И получается, насколько наша энергетика более огненная, настолько вокруг нас и будет много огня. Вот я сегодня смотрел один ролик нехороший, там, значит, газовый баллон взрывается. И ну, это было в каком же городе, не знаю, короче, в октябре месяце что-то там связано с коронавирусом, с каким-то баллонами что-то взорвалось. Просто почему я сейчас вспомнил это, потому что вот два парня, которые снимают это из окна какой-то пятиэтажки, вот они именно не то, что о, сейчас бабахнет, сейчас бабахнет, а вот именно в тот момент, когда бабахнуло, там просто все разлетелось и разнесло, ладно, они живы остались. Я это к чему говорю? То, что эти эмоции, которые они испытали, мы их испытываем, глядя на них. Передача негатива. Передача, нет, тут не важно, какая энергия, позитивная или негативная, важно масштаб, всплеск энергии, то есть энергия может быть позитивной, может быть не позитивной, но то, какая у них сила, а у нас в компании энергетика только позитивная, поэтому первое, с чем мы сталкиваемся, да, это зашоренность, зашоренность наша, потому что это обстоятельства, в которых мы не были никогда, мы не знаем, вот попробуй на льдину тебя посадить, что ты делать-то будешь, только орать или молиться, ты же не будешь руками куда-то там крепсти, потому что у тебя руки отмерзнут, если у тебя ничего тут поблизости нет, а давайте представим, что кусочек льда, если отколоть, и он превратится в маленькое весло, вот, пожалуйста, можно обмотать руку тряпкой, держать этот кусочек льда и уже вести, и рука в порядке, и вроде плывешь, вот тебе, пожалуйста, вариант, казалось бы, безвыходная ситуация, оказывается, выход есть, соответственно, что делаем, мы просто-напросто, попадая в эти непонятные обстоятельства, мы мало того, что мы в коробочке жили, и живем, продолжаем, когда нас в эти обстоятельства посадить, мы вообще не понимаем, что делать, и поэтому все наши вдохновения равны нулю, потому что нету зажигателя, кто зажигать-то будет, чужая выплата, нет, ты должен сам себя зажигать, я должен себя зажигать, каким образом, кто-то горит, я должен подойти и загореться вместе с ним, ну, в плане эмоций, вот как сегодня было, девушка заходит, Светлана, да, кажется, тоже, заходит на 300 долларов, а Димка Шестаков получает, Ильнур, ты здесь, поставь, пожалуйста, плюсик, Ильнур, вот смотри, вот сегодня девушка заходит в прямом эфире, это было в 11 часов дня, там, в 12 часов дня, девушка заходит в компанию на 300 долларов, другой человек в эту же секунду, долю секунды времени, получает 590 тысяч рублей, это его третья выплата за последние полтора месяца, это нас всех ждет, потому что мы в этой компании, просто мы еще не можем так разгореться, у нас этого нету, но мы начинаем загораться, потому что мы рядом с ними, об этом и говорит Рыбаков, он говорит, присоединись в эту команду, чтобы влиться, и все это почувствовать, передаю слово. Я вот тоже хочу по поводу, у нас же тема сегодня выйти из зоны комфорта, я почему присоединилась, потому что я немножко тут больше месяца, у меня нет, да, великих достижений, но я могу, ну, буквально в двух-трех позициях сказать, вот, кто сейчас новенький, присутствует, у меня тоже первоначальное впечатление было, то, что, ой, какая-то вот, ну, несуразица, пустота в плане, бессмыслица даже, просто. Ничего не понимаю, что делать вообще, что они тут делают? Потом я подпадала буквально пару недель, и вот, я просто уже говорю за себя, это действительно, это, ну, это взрыв мозга в плане развития, это меняет действительно мышление, я буквально за пару, я бывший бухгалтер, я не стала бухгалтером работать после декрета, потому что мне стало, это скучно, присутствовать на одном месте, цепляться за одни и те же выплаты ежемесячно, мне это неинтересно, потому что, побыв в декрете, я еще, так, слегка мелким предпринимателем успела побыть, и я понимаю, больше потопаешь, больше полопаешь, но опять, это тоже 24 на 7, больше, чем ты побегаешь, ты не добьешься, но когда я просчитала тут маркетинг, то, что это вот, ну, увеличивающаяся, ну, вот, прогрессия, ну, как это, я даже не знаю, как сейчас правильно. Постоянно растущий доход. Да, это умно, а я-то, как бухгалтер, просчитала, насколько это увеличивается, увеличивается, и не так-то много, по сути, не 10 лет, а за год ты можешь сделать то, что ты сделал бы, и не факт, за 10 лет. И не сделал бы даже за 20. А там я, подтверждение нашей вышестоящей наставники, доход. Да, человек в сентябре составил два с половиной, что ли, в месяц. Я что хочу сказать, я смотрю на своих, вот, действительно, наставников, вышестоящих партнеров, которые, ну, даже не бухгалтера, которых могли бы там, это, с высшим образованием до главной дойти, ну, не суть, а просто люди, здесь люди раскрываются за кратчайшее время в плане, ты даже не подозреваешь, кем ты можешь быть. Я вот тоже сейчас действительно кайфую от того, что у меня комплексы уходят, я могу быть публичной, и я понимаю, что я это делаю не ради самоудовлетворения перед своей публикой, а я понимаю, что я могу достичь, и мне уже вообще плевать, кто что там думает, на самом деле, и мне плевать, что я всего лишь месяц, и я еще не достигла тех высот, я понимаю, что я потом рассмотрела, второй мой шаг, я потом рассмотрела, что мы за любое что-то новое обучение мы платим, что такое 150 долларов, это по факту вообще ничего в плане обучения за какой-то навык, и я рассмотрела это как навык, а сейчас, когда я каждый день, ну, я могу говорить свои словами, я хапаю эту информацию, да, у меня люди заходят, интересуются, кто-то уходит, кто-то, вот как мы говорим, утепляется, а я вижу, что они наблюдают, а это завтра мои подворы, я уже это, я уже это ощущаю, я когда, я не только утепляюсь и информацию получаю внутри кабинета, я уже знаю, куда дальше пойти, где ее еще получить, и я понимаю про то, что я уже анализирую люди, которые сейчас за мной наблюдают, а потом, как прорыв будет, это будет вот мое на самом деле, я уже просто живу этой мыслью, живу этой мыслью, она завтра будет, я уже вообще спокойна, и мне действительно хочется участвовать здесь, это вообще большой прорыв, и я не собираюсь тут долго сидеть в своей коробочке, потому что я хочу результат завтра, классно, ты знаешь, на самом деле, я анализирую, делаю, и будет, ребят, долго не думайте, на самом деле, правда, ну, не знаю, вот это и есть выход из зоны комфорта, правда, да, на самом деле, да, единственное, я хотел кое-что добавить, то, что, вот по поводу, ты знаешь, когда кто-то утепляется, в первую очередь, мы растем, почему, потому что на неудобные вопросы мы начинаем отвечать налегке, то есть, мы перестаем комплексовать, когда нам задают неудобный вопрос, а неудобный вопрос, это тот, который может нас дискредитировать, вывести из равновесия, может повлиять на наше настроение, если оно было хорошее, оно может испортиться, потому что нам задали какой-то неприятный вопрос, или нас хотели, или могли, или может быть так получилось оскорбили, но наша задача с улыбкой. Я же говорю, когда мне пишут, что ты мавроди новый, я пишу спасибо тебе за твой комментарий. Он позволяет моему ролику попасть в рекомендацию. И все, ему нечего. А я добавлю, он не позволяет в рекомендации. Это уже чисто стратегия. Он позволяет подумать, а где я что не доработал в себе. И благодаря всему этому мы дорабатываем в себе. Спасибо вам за ваши плохие комментарии. Мы устраняем свои ошибки. На самом деле, знаешь, Свет, что хочу сказать. Тут дело не в ошибках. Здесь человек ошибочно мыслит. Человек, не подумав, ляпает. 99% ситуаций жизненных, неприятных ситуаций, возникают из-за того, что мы сначала говорим, а потом думаем. И получается, человек услышал или увидел в интернете незнакомого ему человека, и он себя чувствует в этот момент хозяином ситуации. Он ему пишет комментарий. Э, лохотрон, пирамида. Ты что, специалист, что ли? По пирамидам специалист? А какую ты пирамиду имел? Финансовую или египетскую? А ты специалист по лохотронам? А ты знаешь, что такое лохотрон? Как он работает, этот лохотрон? И получается, что если два, три, четыре таких комментарий ему написать, и он хотя бы на один ответит, всё, ролик полетел в космос. Да, да, да. Я так терпеливо жду руку, но я хочу добавить. Дело в том, что получается, что в эту минуту происходит. Растём-то не только мы. Если человек, который это комментирует, пусть даже неадекватно, но не факт, что этот человек в принципе неадекватен. У него восприятие того, что, как говорится, ему жизнь навязала. Но если человек адекватный, он тоже проанализирует и тоже растёт. А если неадекватный, ну что ж, до свидания, пройдите мимо, как бы, что-то в этом роде. Ты знаешь, я тебе скажу так. За этот год, сколько я в компании, с того момента, как я начал, значит, выходить в прямые эфиры, записывать видеоролики, меня тысячу раз назвали Мавроди и всё остальное прочее. Но здесь важный момент. Я не помню случаев, когда хотя бы кто-нибудь из этих людей пришёл в команду. В нашей команде таких людей нет. Это статистика за год. Поэтому нужно понимать, что 99% этих людей, они останутся именно там же, потому что они не будут своё мышление менять. Слишком много времени прошло. Год. Понимаешь? Если он до сих пор живёт в 90-х, и, возможно, он не смог купить сапоги, такие же, как Голубков, это не наша вина. Нужно было вообще пройти мимо, да? Да, говори. Вот по поводу, я вот сейчас каждый... Вот что со мной сейчас происходит, вот на данный момент? Я как бы тоже вот, ну, первый раз я, кто нас смотрит, с Марселем вышла вот так вот в прямой эфир. И, собственно, вот Марсель, мой вышестоящий наставник, вышестоящий наставник, который меня подписала, Евгения. Что хочу сказать? Но мы все, команда, пусть вот действительно услышат, кто сейчас смотрит, кто не смотрит, посмотрит потом в записи. Мы все, команда, что со мной произошло за несчастные вот эти счастливые, не несчастные, да? Да, это очень интересно. Потому что сейчас ты уже готова, ты уже раскрываешься. Я тебя не буду отвлекать. И как только ты закончишь, мы всех обнимем, мы всех пожмём ручки и пойдём, как говорится, заниматься своими делами. Да, я мысль хочу закончить. Я вот сейчас сказала, как говорится, из прошлой... Я уже фильтрую даже свой разговор, когда я вот это вот из прошлой жизни что-то ляпну, и тут же поправляю себя, что нет, наоборот, счастливый вот этот месяц с хвостиком. Но что происходит? Когда первый раз, я вообще сидела на работе, Марсель сделал прямой эфир спонтанно, после нашего так разговора, там, вопроса, ответа, всё. Что меня на это потолкнуло? Сначала я элементарно, да, зарегистрировалась на стол Ивриде. Через 2-3 месяца я анализирую, ой, месяца, 2-3 недели, я анализирую, что вообще, вот в автохаус вообще надо влетать, потому что там действительно командная работа именно большим деньгам. А мы для чего сюда идём? Именно для этого. Вы в Ивриде, пожалуйста, нарабатывайте навык. Это моё мнение. Далее. Правильно. Что происходит? Тебя полностью поднимают. Что происходит дальше? Вот сейчас. Вот у меня будет сейчас с Марселем дебют в субботу, ну, вот голосовые наши созвоны, и я, да, я к этому готова. Хотя, когда я первую информацию, Света, ты будешь? А Света такая, ой, Света этого ещё не делала. А почему Света этого не может? Ну, все же могут, да я могу. У меня есть время, я готова к этому. Это раз. Вот сейчас я рвусь в прямой эфир, ну, ну, я не знаю, вот потому что у меня вот человек выше экраном, для меня не есть кого дублировать или дуплицировать вот это вот новомодное слово. Да. И я вот теперь понимаю, вот теперь, когда я второй, третий день подряд, я понимаю, что а завтра, послезавтра я уже готова выходить в этот эфир. Почему? Потому что, ну, люди уже меня там наблюдают и так же позитивщики, негативщики, но побольше, 90 и 100 я вижу, это наблюдатели, которые придут ко мне завтра, через день, два, три, там, ну, максимум месяц, они ко мне придут, потому что они смотрят, никуда не уходят, они видят результат, я в себе вижу результат, и я понимаю, что скоро будет у меня прорыв однозначно, благодаря кому? Благодаря нашей команде, а в автохаусе это вообще не твоя, извините за прямолинейность, возня вы в ряды, а в автохаусе командная работа тебя вот так и толкает, и толкает, иди вперед, быстрей, быстрей, и тут суть в чем, что чем быстрее ты сюда войдешь, тем быстрее ты достигнешь верха, а пока ты думаешь, ну, ты, в принципе, и даже низов никаких не достигнешь, однозначно, не знаю, я в восторге. Молодец, это было классно, это очень здорово, я тебя слушал, я пока тебя слушал, мне пришлось немножко экранчик свернуть и писать комментарий, потому что, оказывается, нас слушают, наши партнеры, и я просто не мог не сказать им спасибо за теплые слова, да, это очень приятно вообще, это очень воодушевляет на то, чтобы из танка превратиться, я не знаю, что после танка, да, я не знаю, кто там, что там за техник. Ракета, только ракета к звездам. Танк с реактивным двигателем, вот. Кстати, меня подтолкнул на хорошую идею, одно дело ехать, как танк, а другое дело лететь, не видеть перед собой никаких преград, идти вперед к своей цели, потому что вот она рядом, вот твои партнеры, эти люди с разных уголков мира, каждый день через день, то 200 тысяч выплаты, то 70 тысяч, то полмиллиона выплаты, такие же, как мы, мы чем хуже, говори, Света. Я вот по поводу всего вот этого негатива тоже у меня свое мнение уже сформировалось, по поводу, да, я тоже вот буквально за месяц из сомневающихся, но просчитывающих людей, я что хочу сказать, у нас постоянно льется вот над новичков, это вот к новичкам, услышьте, если кто хочет услышать, тот услышит, кто не хочет, тому вообще бесполезно что-то говорить. У меня по поводу того, что вот, говорит, вот вышестоящие зарабатывают за счет новеньких, простите, люди, услышьте, все вышестоящие начинали отсюда, откуда, вот я за себя говорю, откуда начинала я, я для себя приняла решение, они смогли, смогу и я, но от чего зависит, когда ты кверху поднимешься, от того, что как ты быстро примешь решение внизу и начнешь действовать. Вот я, например, хочу, как они, и именно поэтому я здесь, и я все делаю для того, чтобы быть там, а не долго тут размышлять, кого-то обвинять, осуждать, это на самом деле вот действительно так, возьмите жизнь в свои руки, направляйте, управляйте, а прекратите размышлять, там, балаганом заниматься и кого-то винить в чем, что они прошли этот путь, да, они молодцы, что они для нас есть пример, и нас есть, и нам есть на кого смотреть, к чему стремиться, вот это лично мое мнение. Ты знаешь, я хочу такую лепту добавить и на этом закончить, потому что, ну так получилось, ладно, все равно это огромного, дорогого стоит, что наши партнеры, гости нашего прямого эфира с нами и не покидают его, у них могут быть сотни своих домашних дел. Что я хочу сказать по поводу того, что, значит, те, кто внизу, там, те, кто наверху получат, давайте я вам пример из жизни расскажу, дорогие зрители, ну, зрители, да, то есть в данном случае, я работал на стройке, я работал штукатуром, 110 рублей квадратный метр. Это в Башкирии. Когда я там закончил, я уехал оттуда, приехал в Казань, ценник 180 рублей за квадратный метр, просто из жизни. Но при этом тот человек, который дает тебе эту работу, ты получаешь 1100, 1200 рублей в день при объеме 100 квадратов, а он ездит на инфинити за 10 миллионов. Вопрос, кто с кого получает самое настоящее, бесчеловечное, скажем, нечестное вот это вот пирамида, это наша жизнь. Потому что ты работаешь, а кто-то получает. Вот вам, пожалуйста, а здесь деньги обесцениваются, вот эти 150-300 долларов, они вообще ничего не стоят. Потому что когда ты понимаешь, что ты только первый шаг делаешь, ну елки-палки, миллионеры не родились. Они 30 лет пахали, чтобы миллионерами стать. А в Бифри миллионеры за полтора года рождаются, за год. У нас Рита вообще за 4 месяца чуть ли не миллионером стала. наш партнер с параллельным ветком. Я просто вообще удивляюсь. И люди, которые некоторые пришли, у них я не знаю, что с ними случилось. Они не то, что там 2-3 недели, как я, полтора месяца свои 150 долларов возвращали, а за полчаса заработали 450. У каждого своя мотивация. Кто-то уже вышел из скорлупы, он уже горячий сюда пришел, потому что у него огромная мотивация была. И что теперь поделать? У каждого человека своя скорость. Ты мужчина, я женщина, ты парень, она девушка, у него такие-то потребности в жизни, у этого такие-то, этот там обжегся, этот здесь обжегся. У всех свой жизненный путь, но мотивация у нас одна, заработать деньги. Только вот на что заработать деньги и сколько ты готов своей энергии потратить? Не денег, а энергии, чтобы создавать деньги. Вот это уже вопрос как раз про наш бизнес. Поэтому кто-то работает, а ты получаешь. Ты знаешь... кто-то получаешь, я тоже могу ответить. Прокомментируй, Света. Ребятки, это тоже работа. Научитесь вот действительно выходить со своей скорлупы и просто говорить. Представляете, за это тоже большие оказывается денежки приходят. Просто научитесь говорить, не стесняясь при всех. Это не трудно. И у нас тут действительно через одного, а может быть и каждый, сейчас Марсель закончил слово, у нас действительно тут талантливых людей куча. Просто стесняются. Немножко надо подтолкнуть и всё. Мы тут все такие. И вы зайдёте и будете такими однозначно. А что я хотел добавить, то, что на самом деле не каждый человек готов, чтобы его подтолкнули. Может произойти обратная реакция. Ты подтолкнул маленько, а получил очень больно. К этому надо тоже быть готовым. А то, что касается как стать успешным в бизнесе, открываю секрет успеха, и на этом мы закончим. Чтобы стать успешным в бизнесе, первое, нужно понимать, как он построен, этот бизнес, а второе, вести бизнес честно. Вот вам секрет успеха. Всем большое спасибо за прямой эфир. Света, ты молодец, умничка, лайк. До скорых встреч. Всем друзья, пока. Подписывайтесь на наши каналы. Вам позитива, здоровья, добра, мира и финансового благополучия в вашей семье. И за нами вперед.